Пятый открытый межрегиональный этап Кубка Российского Танцевального Союза прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Центральной. Изначально он зародился в стенах Дворца культуры имени Валерия Чкалова. Организатором был руководитель танцевального бального клуба, премьер Александр Белов. С каждым годом количество участников увеличивается, потому что это конкурс уже не только Щелковского муниципального района. В нем принимают участники жители города Москвы и Московской области, а также других регионов нашей страны. Ребята, которые в свое время занимались танцами как любители, затем выбрали это своей профессией, стали профессионалами, пришли в организацию к нам. Я тоже как начинал как танцор, потом как тренер, потом зарегистрировал организацию. Затем мы вступили во Всероссийскую организацию, которая работает уже на территории всей России. И вот мы сподвигаем данную деятельность, включая вашу Щелковскую землю. Больные танцы становятся все более популярными. И родители, приводя в студии и школы бального танца своих детей, преследуют не только и не столько амбициозные цели, но и просто стремятся приобщить своих ребят к удивительно красивому увлечению, которое наполняет жизнь здоровьем, делает ее насыщенной великолепными эмоциями. Сегодня мы выпускаем первый раз на площадку детей, 4-5 лет. Дети посещают студию Грация в детском саду, и сегодня у них такое боевое крещение. Дети посещают студию Грация в детском саду, и сегодня у них такое боевое крещение. Дети посещают студию Грация в детском саду, и в детском саду, и в детском саду. Что у тебя особенно нравится? Какой танец? Леча-ча-ча. Медленный вальс. Оказалось, что у Сони просто есть способности. И я, как родитель, заметившая эти способности, не могу их не поддерживать. И именно поэтому мы занимаемся больными танцами. Мне 15 кубков и 34 или 33 медаля. В конкурсе больных танцев участвовали люди разных возрастов, начиная с совсем маленьких и заканчивая людьми солидных лет. Их здесь называют группа сеньоров. Я считаю, что люди, которые занимаются таким великолепным видом деятельности искусства и спорта, как больные танцы, они всегда прекрасно выглядят, хорошо воспитаны. И я считаю, что это очень полезный вид деятельности. И, безусловно, как и другие, этот вид спорта дисциплинирует, позволяет оставаться в хорошей физической форме и, конечно же, дарит эстетическую красоту зрителям. Андрей Циханович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».